добрый день добрый день как обычно я говорю все также отмечаю что рада приветствовать всех зашедших на мой канал сегодня у нас будет парфюмерное видео и парфюмерное видео будет посвящено моим майским покупкам и также моему первому мнению о тех ароматах которые приехали ко мне в мае давайте я вам покажу 1 2 и 3 итак сегодня у нас с вами будет на рассмотрение три аромата и не откладывая долги ящика предлагаю начать и сделаем это мы с вами с вот этого аромата куда чтобы показать чтобы было более-менее видно итак это тезори дориенты и без антиум аромат без антиум я с этой маркой не была знакома вообще я конечно видела вот эти ароматы у разных девочек у разных блогеров многие говорили о том что это достаточно достойные ароматы несмотря на свою низкую стоимость аромат приятный аромат ощущается дороже своей цены в общем в общем я наконец-то решила приобрести себе вот именно этот аромат без антиум дабы ну начать знакомиться с маркой я не знаю буду я знакомиться дальше или нет вот там есть еще ароматы которые я бы хотела попробовать ну давайте все таки о конкретном аромате да и так тезори дориента без антиум профума ароматика роза негро и лабдан он объем здесь у нас 100 миллилитров аромат заключен в такую я не знаю алюминиевую все-таки тубы аэрозоль какой-то в общем и я думаю что все пахнет вот я только сняла крышку он пахнет вот ну такая недорогая у него упаковочка вот это вот наклеечка изображающую как я понимаю византийскую мозаику она ну наклейка соответственно наклеена на флакончик в общем наклеена на нормально не криво не косо наклеечка такая фактурная немножечко фактурная нормальное у него оформление на его деньги вот крышечка туговато этот пластиковый вот по поводу этого аромата в общем там было еще парочка аромата парочка троечка ароматов с которыми я бы вот хотела познакомиться остальные мне не слишком интересно касательно bizantium это аромат 2016 года верхние ноты миндаль корица мимоза вот видите я же люблю миндаль я же люблю ну корицу дальше мед гелиотроп черные розы и лабданом ну мед и по моему этим все сказано мед это моя любовь прелесть радость лабда но мне очень интересно и базовые ноты ваниль какао пиранский бальзам белый мускус и уд замечательные ноты все ноты мне достаточно интересная обычно рада приветствовать их всех парфюмов которые покупаю которые хочу попробовать касательно этого аромата в общем и целом он мне кажется вполне достойным вот за те деньги как за которые я его купила за те смешные деньги за которые я его купила потому что на разных сайтах они стоят по-разному я в общем видела и сайты на которых вот эти вот ароматики стоят за 1000 рублей но bizantium там где-то за 800 видела ну не знаю я купила его конечно гораздо дешевле вот может быть какие-то ароматы которые сняты а вот и зори дориенты будут стоить тысячу не знаю я этот вопрос не разбирала я высказываю предположение познательно этого аромата он он интересный для меня он представляет смесь миндаля пудры гелиотропа ванили мускуса это то что я могу вычленить в общем звучание но хака но он очень резкий причем я сделала полтора пшик кажется была моя ошибка я вообще готова примкнуть к лагерю многопшичников вот так что полтора пшик это не так уж и много но для этого аромата по моему это было просто слишком ядерная атака вот эта миндальная пудра прим примазывающийся к ней ваниль явные уявные очень такое значительное очень усиливающее звучание как мне кажется ноты белого мускуса но и наверное все остальное что я вот четко не могу вычленить аромат звучал очень громко вот сейчас из крышечки он он звучит гораздо лучше но прошло уже около недели с тех пор как аромат приехал ко мне как даже больше недели чем я с того момента как я его попробовала и так далее вот аромат очень сильный аромат громкий аромат шлейфовый наверное это хорошо но наверное надо брызгать куда-то подальше вот от носа что еще меня настораживает в этом аромате потому что в общем само звучание но приятное было бы она чуть менее резкая чуть менее такой вот орущее я бы сказала что это весьма весьма приятное звучание весьма а сейчас я говорю но но она резкая она громкая она оруще она выпирающие и пудра здесь вот это вот она какая-то я пускала с ядовитинкой потому что мне вот это вот такая ядреная пудрена и пудровая нота и пудреная тоже в том числе очень напоминает момент когда я использую дезодорант спрей я не люблю дезодоранты спреи но иногда я ими пользуюсь и вот например такой дезодорант как рексон он для меня просто термоядерный потому что после его использования у меня все это вот где-то вот в носоглотке там чуть ли не в ротоглотке я куда-нибудь подальше господи боже мой что все это вот выветрилась моментально вот такие же ощущения вот это всепроникающий вот этой вот ядерной какой-то нотки вот этой пудриной было у меня когда я обшикалась вот этим вот красавцем может быть он постоит может быть он станет немножко тише может быть у ляжется вот это вот бешеная пудра может быть он станет чуть более гармоничным чуть менее орущим будем смотреть будем смотреть а пока что я бы сказала задумка интересное воплощение не 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 очень такой не очень хорошие вот меня я уже сказала я уже назвала те моменты которые меня смущают но с другой стороны о чем мы хотим от аромата за 350 рублей да вот следующий аромат который я вам сегодня покажу вот такой вот аромат и я им заинтересовалась это аромат от марки корр с корр с это греческая марка натуральной косметики я совершенно не знакома с ароматами марки корр с и тут я решила ну а чучу бы мне не познакомиться и так этот аромат называется black sugar oriental lily violet я думаю что название я подпишу и здесь у нас объем 50 миллилитров концентрация о да туалет посмотрите посмотрите какая интересная коробочка посмотрите сейчас как я буду вскрывать этот аромат зацените вот здесь было был скотч поддеваем как крышечку это еще не все как книжечку разворачиваем вообще и вот здесь вот посмотрите такая вот конструкция открывающаяся вообще полностью и здесь лежит аромат и так что у нас написано здесь здесь у нас все написано на сколько я понимаю на английском я с не дружу поэтому чувствовать не могу сам флакон темное стекло прозрачное стекло это темное прозрачное стекло вот видно трубочку видно донышко донышко здесь достаточно большое но флакончик приятные здесь вот тоже этикеточка я них несколько я правильно похоть показывает у наверно правильно еще раз значит здесь у нас между прочим написано что в талант free и pcm компа компунт компунт я думаю компонент компунт в общем без чего-то там это 50 миллилитров аду туалет и здесь вот у нас название бренда коры съешь нету не знаю будет ли видно в этом свете вряд ли ладно крышечка у нас снимается вот такой вот пульверизатор и так что касательно этого аромата black sugar oriental lily violet я заинтересовалась собственно тем что здесь название выведена лилия лилия это цветочек который мне достаточно интересен в общем посмотрите основные аккорды сладкий ванильный карамельный пудровый фиалковый белые цветы маленькая пауза на фрагрантики не указана пирамида но вот на натина на том сайте на котором я покупала этот аромат есть состав состав и написаны ноты лилия карамель фиалка коричневый сахар и ваниль ну вот касательно этого аромата вот из крышечки пахнет пудрово-сладко пудрово-сладко вот но касательно самого аромата значит первые ноты первые ноты знаете они какие-то не очень интересные что достаточно неудивительно то есть пахнет ну вот как-то примитивно сахарым но коричневый сахар тут имеется да карамелька тут имеется хотя карамелька здесь опять таки начинает звучать гораздо позже и вообще на здесь не солирует вот первые ноты не очень интересные начинает он звучать не очень интересно таким вот банальным каким-то сахаром сахарные ноты очень простое звучание но самое интересное у нас как обычно в конце в конце значит аромат не громкий аромат не супер шлейфовый аромат никого не задушит я им шикалась так хорошо шиков я наносил на себя много штук 6 7 вот значит не задушит не убьет не никого не напугает не шлифит на километры вы не будете ощущать его от себя вот прям вот чтобы за вами еще еще три метра шлейфа было вот как же он звучит но я гуляла с ним на улице я была с ним дома на улице я ощущаю непонятное но приятную какую-то вот знаете такую ауру вокруг себя и в этой ауре я не выделю никакие ноты я могу сказать только что это что-то такое мягко тепло с намеком на пудру с намеком на пудру потому что явной пудровости тут нету явной лилейности тут нету и даже вот уже когда аромат раскроется явной сладости ванильности тут нету очень такой знаете очень смешанное очень непонятное какое-то нерасчленимое звучание а вот что я ощущаю я ощущаю интересную достаточно смесь какой-то какой-то пудринки смешанные с определенной сладкой сладко кислым каким-то звучанием вот вот так вот я скажу потому что здесь достаточно приятная сладость которая очень хорошо уравновешивается кислиночкой кислиночкой и в нем вот что-то такое там пудровые пудровые где-то бродит гуляет там то сюда подойдет туда выйдет и так далее аромат еще раз повторю достаточно цельный аромат не разложим и на отдельные ноты я не выделю здесь вот уже в в звучании они когда-то начинает раскрываться я не выделю здесь отдельные ноты я не выделю карамель я не выделю лилию я не выделю даже фиалку и не выделю ваниль вот все звучит очень цельно все звучит гармонично все звучит очень даже не громко не шлифит на три километра но это такая приятная какая-то волька который представляет собой такое приятное соединение сладко-кисловато-пудровых нот вот кстати от одежды пахнет гораздо громче и гораздо дольше нежели с кожи вот потому что у меня например я тут дома ходил мне домашняя одежда вот она шлифила еще дня два ну как шлифила я вот ее надевала и аромат прям вот он вот он вот вот причем там так достаточно ярко выделялась вот именно вот этот кисло-сладкое соотношение а пудра и вот это вот отступала куда-то вот на третьей роли и третий аромат третий аромат давайте я вам покажу мне он понравился больше всех вот я считаю что это пахнет сквозь коробочку хотя нет хотя я коробочку набрызгала этим ароматом значит мне этот аромат понравился больше двух предыдущих я бы сказала в два в три в четыре раза больше вот этих вот предыдущих ароматов хотя я ни в одном сильно не разочарована и так это аромат от марки фред хайман фред хайман это аромат который называется тушь прикосновение насколько я понимаю да это аромат в стиле ретро это вообще аромат 1993 года а вот здесь у нас не указан кто создал создатель этого аромата вот вот такой флакон я его опять-таки увидела на натина решила и почему-то решила что там должно быть что-то интересное полезно читать про него на фрагрантику и вы знаете это подумал что пожалуй надо брать потому что отзывы про него такие хорошие хорошие отзывы и так аромат 93 года верхние ноты альдегиды цветок апельсина персик слива бергамот лимон зеленые ноты средние ноты гвоздика цветок ажасмин и ланг и ланг фиалка орхидея корень ириса дамаская роза ландыш и базовые ноты цветин амбра ветивер мускус сандал ваниль и кедра достаточно богатая пирамида как и у многих ароматов 80 90 годов что касательно этого аромата мне этот аромат понравился очень очень просто я считаю что для меня очень удачное приобретение просто просто красавчик но но если вы не любите ретро звучание то этот аромат категорически не для вас вот от него так и верит таким знаете вот ретро не ну вот давайте не путать ретро с там с какими-то бабушкины сундуками и с чем-то там не самым приятным и так что я понимаю под словом ретро я под словом ретро понимаю такую композицию которая сразу же заставляет человека вспомнить о бушедших прошедших годах это та композиция которую вы не отнесете скажем так вот к современным произведениям эта композиция вдохнув которую вы вспомните я не знаю там ну я не знаю 70 и 80 и 90 и годы вот вот как то так его абсолютно ни в коем случае нельзя спутать современными компотиками современной гурманникой и с чем-то там еще там современный какой-нибудь нишей чем-то подобным это добротный я бы сказала классический ретро аромат он очень красив он очень красив и так почему я говорю что он очень красив ну во первых когда я вдыхаю этот аромат мое сознание отправляет меня куда-то в 90 80 и вот я точно знаю что у него мама не у бабушки у них моих родственников не было этого аромата абсолютно точно но звучание его кажется мне очень каким-то знакомым и вот опять таки моя альфакторная память отправляет меня именно вот скорее даже в 90 нежели в восьмидесятые года у подружек моих тоже его не было но наверное я где-то его ощущала наверное я где-то его чувствовала может быть я не знаю может быть была группа ароматов которые пахло подобным образом в общем для меня это парфюм из 90-х которую четко меня отправляет вот в те годы мне очень приятно его вдыхать мне очень нравится эта композиция которая совершенно потрясающе составлена она опять-таки неразложима абсолютно на ноты я могу только сказать общее впечатление от звучания этого аромата она изумительно здесь совершенно чудесно сплетаются такие знаете цветочные ноты но цветочные ноты очень разные здесь есть и прохладные цветы здесь есть и какие-то мягкие кремовые цветы здесь есть и какая-то легкая сла сладчинка но внутри которой прячется чудесная кислинка вот то есть это интересный букет кремовость кисло-сладкое такое сопровождение я думаю что здесь вот эта сливовая кислинка она дает о себе знать вот таким вот интересным моментом вот я еще струя не выделю здесь ни одной конкретной четкой ноты я не ощущаю здесь четкой пудровости например подавши алка орхидея корень ириса и так далее нет 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 но это совершенно интересные разносторонний разнообразный букет я бы даже сказала разно температурный букет потому что по мне здесь и прохладные цветы и нейтральные цветы вот и кремовые цветы и строгие прохладные цветы и может быть несколько горьковатые цветки цветы вот и все это все это совершенно чудесным образом обрамлено такой вот приятной кремовостью внутри этого а вот все перетекает переливается какая-то вот такая приятная терпкая сладость внутри которой прячется еще и определенная кислинка вот чудесный роскошный прекрасный аромат но четкий посыл именно в 90-е годы вот вот эта композиция она просто не по-моему не могла быть создана в 2000 году вот у меня просто вот в конец восьмидесятых девяностые я невеликий знаток парфюмерии но я прям сразу это почувствовала что еще могу про него сказать парфюм потрясающий шлифит вот я когда только начала с ним знакомиться я обрызнул здесь меня штора и шторы это мой полигон для испытаний я бы вызвала сюда один чик потом брызнула еще пшик в коробочку а вот шторы у меня тут коробочку у меня там на письменном столе в комнате и вы знаете я весь день до вечера ходила по комнате и вот во всех частях комнаты я ощущала этот аромат вот здесь вот с этой стороны чуть больше вот там вот около стола где стояла коробочка в которую я сделала один пшик чуть меньше но шлифило везде шлифило просто везде я думаю что на коже да не то что я не думаю я знаю потому что на следующий день я не удержалась я набрызгалась сама два пшика два пшика мне было достаточно я была так хороша я была как вот это вот шикарное нежное облачко но не у маяковского на вот я была просто не знаю там букет цветов на это все держалась очень долго это все шлифило раскрывалась переливалась это все как-то вот знаете клубилась и совершенно чудесно совершенно чудесно от меня пахло но пока я в душ не пошла и потом еще с волос немножко шлифило в общем стойкость у него очень хорошая шлейф у него значительный сам аромат красивый общее впечатление от него кстати вот общее впечатление у меня от него очень странное мне он кажется парфюмом с грустинкой на фрагрантике я читала о нем на фрагрантике все пишут о том что он такой яркий какой-то бодрый жизнерадостный кто-то написал что вот я поняла теперь американскую жизнерадостность и так далее а для меня это парфюм с грустинкой какая-то такая легкая светлая грусть в нем есть то есть не тоска и горе и что-то подобное а какая-то легкая светлая грусть вот что-то подобное не знаю почему но у меня от него такое ощущение и вот это легкая светлая грусть вот это ощущение от парфюму, вот этот настроение, вот этот вот какой-то посыл составляет меня вспомнить ещё об одном парфюме для меня в таком же направлении. Это Лёрдоскиф, да, это Золота Скифов от Новой Зари. Вот там я тоже ощущаю какую-то такую лёгкую, светлую грустинку, вот, что-то такое вот связанное с... Для меня вот, например, Лёрдоскиф это Антоновские яблоки, почему-то и рассказ Бунина, и вот это какое-то само такое осеннее впечатление. Вот здесь нет, здесь не настолько вот эта осень, этот аромат, мне кажется, всесезонен. Я крайне, крайне довольна вот этим приобретением, мне он кажется невероятно интересным. В общем, мне теперь очень хочется познакомиться с другими ароматами 80-х, 90-х годов, но не вот самыми знаменитыми, да, а теми, которые ну, может быть, не так гремели, как Шанель, Диор, Герлен, там, Эстиллаудр, кстати, похож немножечко, опять-таки, для меня на Эстиллаудр Приват Коллекшн, но Эстиллаудр Приват Коллекшн, она холодная. Вот для меня это холодные альдегиды, это такая вот ну, это прохлада, это прохлада, это прохлада, это какая-то отстраненность, это вот что-то такое, такая высокая элегантность. Вот здесь больше телесности, здесь все как-то чуть теплее, чуть нежнее, мягче, но вот настрой мне кажется немножечко похожим. В общем, я очень довольна этим приобретением, для меня оказался неожиданно очень красивый, нежный такой ретро-парфюм, я люблю такие парфюмы, я вообще люблю это направление, и я полна решимости познакомиться с другими ароматами вот этой вот ушедшей эпохи. Я надеюсь, вам было интересно, если вам понравилось, я буду очень рада, если вы поставите лайк, подпишитесь, если вы напишите комментарий, мне тоже будет очень приятно, я с удовольствием с вами побеседую, ну, а теперь я с вами прощаюсь, всего хорошего и до свидания. Продолжение следует...